Итак, пока там идет обновление, я вот для Андрея и для многих, значит, хочу еще раз показать настройки программы Simple Screen Recorder, потому что пишет она отменно, и у меня всегда удается на ней записать ролики самого высокого качества, 1080. Вот, когда запускаете ее, появляется экранчик. Вот здесь может стоять что угодно, выбирайте только Альса. Здесь, значит, ставьте источник по умолчанию. Нажимайте. Можете даже сделать себе профиль, ну, допустим, нажать новый, завести, допустим, ну, вот, например, я напишу себе тут Алексей. Сохраню его. Пойдем сюда. Здесь, значит, что угодно, выбирайте YouTube, где хотите хранить файл. Естественно, файлик вы хотите хранить в папочке с видео. Здесь я ему даже вот уже дал название, ну, вот здесь вот могу написать XFCE, ну, и напишем, допустим, у нас были вопросы по Cherry, по SystemBuck, вот так назовем. Контейнер. Значит, тут стоит обычно OGG, выбирайте, или матроска, выбирайте MP4. Кодек H264. Пресет, супер, фаст. Значит, кодек звуковой MP3. Идете дальше. Значит, нажимаете, значит, на настройку записи. И перед этим еще, значит, вот посмотрите. Обязательно звук. Надо несколько пробных сделать видеороликов, чтобы поймать громкость микрофона. Устройство ввода. Вот у меня где-то, они вот так вот располагаются. То есть, вот если это вот где-то 100%, то вот у меня где-то, ну, вот 49 и 49% занимает. Вот на этом уровне, значит, громкости, во-первых, меня слышно нормально. Не нужно, да, отказа выкручивать регуляторы громкости. Наименьше всего фонит. Ну, в общем, вот такие вот настройки звука должны быть. Это, значит, вот по настройке Simple Screen Recorder. Ну, и, естественно, качество при создании изображения, значит, будет вот здесь находиться. Сейчас покажу. Вот, если взять любой ролик, добавить, да без разницы. Вот я возьму эту крохотулечку. И вот, допустим, там вы, там, несколько файликов там отредактировали, склеили, все, сохранили. И теперь хотите, значит, выдать это на гора. Так, просит, чтобы сначала на шкалу времени. Ну, давайте. Вот, ну, на шкале времени. Значит, ну, первое, называйте проект по умолчанию. Ну, назовем там ААА. В какую директорию? Да вот сразу на рабочий стол и сделаем. Профиль. Вот, смотрите внимательно. Blu-ray выбираем. Значит, дальше. Вот HD 25 1080. Но качество выбираем не низкое, а высокое. Вот это, когда дело все сделано, есть еще один нюансик. Идете вот сюда. Значит, и смотрите, вот, OpenShot. Приоритеты выставляете очень низкий. Объясняю почему. Потому что, если у вас будет запущено сразу несколько задач, то у вас компьютер может просто замереть. А так, он будет вам и видеоролик делать, и в то же время вы сможете работать в интернете и выполнять другие задачи. Вот, нажимаете вот с такими настройками экспортировать видео. Вот. И процесс себе там потихонечку пошел. И вот уже видно, как файлик тут создается. Вот. То есть, вот, ну, поскольку файлик у нас абсолютно крохотулечный, то поэтому и процесс его создания будет. Он, уже почти что закончился. Все. Значит, закрываю я. Ну, закрываю без сохранения, потому что это был пробный. Вот. И, значит, ну, всегда можно будет просмотреть. Ну, и заодно загружу я талик, новенький, значит, 1,35, потому что у меня тут 2,32 стоит. Завезу новенький талик. Ну, вот, как видите, громкость достаточная. Все нормально, как говорится. Вот таким вот образом. Вот с такими настройками, значит, практически удается делать видеоролики. Значит. Ну, давайте посмотрим. Вот. В качестве 1080. То есть, на максимально, значит, на возможном, значит, качестве изображения. Вот. Видите, как все резко. Вот. Почему я программу, значит, Simple Screen Recorder, простой записыватель экрана, так и рекомендую, потому что вот она позволяет создавать видео в качестве 1080. То есть, она записывает очень хорошо, а видеоредактор тоже, значит, выдает ролики с хорошим качеством. Поэтому это так вот. Между делом, как говорится, к вопросу о настройках программы для записи экрана для записи экрана и видеоредактора. Теперь, да, да, да.